Здравствуйте, меня зовут Антон Бондарев, я представляю проект Inbox. Inbox — это свободная операционная система, реального времени, разрабатываемая для встроенных систем. Ну, основная, скажем так, фишка — это использование по Linux в более безопасном, детерминированном, не ресурсоемком, ну и так далее, окружении. Собственно, почему Linux? Ну, по моему личному мнению, это величайшая операционная система, наверное. По крайней мере, на текущий момент. На самом деле, чем она величайшая? Ну, потому что ее так стали популярны, и если у вас какая-то есть задача, то у вас уже есть ПО под Linux на любой вкус. Любое ПО, что он, база данных, аудио-эперсистема, графика, не знаю, температуру в арке померить. Кто-нибудь уже это пытался писать, и это делается. Очень хорошая, прям, наверное, одна из самых лучших поддержек архитектуры, аппаратная поддержка. Ну, при всем при том, зачем мы вообще существуем, это Linux универсален. Собственно, вследствие универсальности у него есть такой один маленький недостаток – избыточный код. Ну, то есть, если у вас есть ядро, как бы вы его не ужимали, у вас есть системные вызовы, которые должны делать все. Ну, как бы, а следовательно, вам требуется мощная аппаратура, требуется, ну, трудно обеспечить вот этот реалтайм. В принципе, поскольку у вас избыточный код, у вас больше возможностей подвергнуться атакам, запустить какой-то вредоносный код и так далее. Почему все-таки Inbox? Почему мы сейчас собрались на конференции, которая, на мой взгляд, тоже одно из ключевых вообще вопросов поднимает для операционной системы, потому что операционная система, как операционная система, сферическая операционная система в вакууме, она вообще-то не нужна. Операционная система должна выполнять какие-то задачи. Когда я рассказывал про то, какой хороший Linux и сколько у него там ПО разнообразного, ну, вот я подводил это плавно к тому, за что наши клиенты, наши пользователи, наш ценят. Собственно, там какая-то команда разрабатывала для Linux два года какое-то приложение. Потом оказалось, что это приложение должно управлять панелями и, соответственно, вставить там даже какой-нибудь Raspberry, это слишком избыточно. Ну, надо перевести на что-нибудь менее энергопотребляющее, а то как-то не очень хорошо. И с помощью Inbox этот же код за три недели там запустился на микроконтроле. Другие тоже высказывания, это что не нужно переучивать разработчиков и так далее. Все это, основная часть, это именно то, что именно Linux имеет сейчас наиболее хорошую и качественную экосистему, которую, возможно, требуется дорабатывать и которая там в нынешних реалиях прекрасно дорабатывается коммерческими компаниями на российском рынке. Средства разработки. Мы, поскольку мы, скажем так, можно сказать, паразитируем на экосистеме Linux, мы используем полностью средства разработки, ничего нового. Все открытые, кто какие хочет, тот такие использует. Это стандартный GCC, LLVM, здесь уже было указано, что LCC для Эльбруса и так далее. Также используется собственная стандартная библиотека. Мы не могли получить наши характеристики, вот это урезание, если мы бы использовали обычную стандартную библиотеку, общепринятую. Ну, используются стандартные языки, общепринятые. Таким образом, если посмотреть в глобальном смысле, с одной стороны, Inbox представляет собой, в принципе, полноценную операционную систему. У него там и графический стэк есть, и сетевой стэк, и файловая система. Ну, в общем, все многозадачные он и так далее. Естественно, максимальная простота для пользователей все это запустить. Можно без железа, на очень широком спектре железа, но можно прекрасно на обычном QEM запустить, который эмулятор. Можно по шагам все это отлаживать абсолютно без... Ничего не меняя, вот как привыкли в Linux, так и делаете. Чем же мы отличаемся? Ну, собственно, мы отличаемся, наша основная идея. Давайте попробуем решить универсальность Linux, которая связана, перенеся все эти... максимально перенеся информацию о характеристиках той операционной системы, которая должна получиться для ваших задач на этап сборки, то есть в статике. То есть мы сделали специальный язык программирования DSL, который описывает две части. Ну, там, больше частей, но, в принципе, это модули и кобилд. И вот я специально написал аналогию, то, что Женя Синельников рассказывал, что получаются разные дистрибутивы для разных архитектур, а у нас получается, ну, в общем, полное вот такое облако. У нас каждая сборка у нас, по сути дела, уникальная. Это... этого можно добиться, если вы используете максимально все в кобилд, максимально все в open-embedded, там, или build-root, что-то там такое, и еще и добавляете дев-3. Все это у нас заложено в нашей системе, все это собирается статически. Ну, вот так мы приблизительно описываем, что у нас происходит сборка. Это есть разработчик, который там описывает свои модули, он создает модули, и там юзер, или интегратор, который уже описывает систему в целом, и который использует эти модули. Роли могут, понятно, меняться. То, что я сказал про DSL-язык, в результате у нас получается полная картина сквозная и прикладные. Мы в библиотеке анализируем и ядерные части, мы анализируем всю картину в целом. Естественно, здесь вырожденный случай, получается такой граф модулей, граф зависимостей, потому что любая, даже самая маленькая реальная сборка, ну, не просматривается в графическом, она там анализируется в текстовом виде. Ну, а теперь давайте все-таки приступим, как писать операционное, как писать приложение. Ну, в общем, наверное, все знают, что начинают с Hello World. Если посмотрите, то вот CIS-ный код, который, в принципе, ничем не отличается от наших, ну, как бы от обычного Linux, вы запускаете на любой операционной системе, у вас получится этот код. Ну, собственно, на этом приложение мы заканчиваем. Будем особенности. То есть CIS-ный код не меняется. Как я сказал, для того, чтобы нам анализировать все это дело, то есть бизнес-логику мы не трогаем, исходники мы не трогаем, для того, чтобы анализировать все это дело, мы должны описать модули. У нас все представляется в виде модулей. Модуль имеет там какие-нибудь сорсы, может быть, параметры имеет. И вот, в частности, здесь приведен пример, что этот модуль является командой. Для чего мы это делаем? У нас, поскольку все в статике, и создается такой репозиторий, и вы собрали, когда команды, которые вы включили в свою систему, никакие другие у вас не попадут. То есть репозиторий защищен, репозиторий уже собран внутри себя имеет. Это кусок, который mods.conf. Вот внизу последнюю строчку я добавил. Это просто добавляем такую строчку, что мы добавили эту команду, все, больше ничего не нужно. А здесь, также к красным, я выделил те части, которые на самом деле относятся к системным. Используется ли так называемый thread-local-storage, или сколько у вас таблиц сигналов вообще в процессоре. Все это можно задавать. Теперь, для того, чтобы, как я показал, нам считать, что ничего не меняется, больше не возвращаться к исходным кодам, на самом деле, если мы задумаемся, то, что, возвращаясь к Жене, нужен кросс-компилятор, для того, чтобы собрать некий образ, который у вас будет работать на целевом железе. Нужна стандартная библиотека, ну, там используется glips, muscle и так далее, как я сказал, у нас своя. Хотя мы можем использовать и эти. Нужен статуи код на так называемый CRT0, код, который у вас в любом случае влинкуется прям компилятором в неявном виде. Нужен линкер-скрипт, то есть у вас описание, где у вас выполняется адресное пространство для вашего приложения. У нас это, в общем, адресное пространство и точка входа для вашего приложения. И нужны прикладные библиотеки. Понятно, что без прикладных библиотек вы вряд ли что сейчас уже написано, вот там QT какой-нибудь используете, или, не знаю, там. Собственно, пойдем дальше. Для того, чтобы использовать без изменения даже не только исходников, но и системы сборки, лежит проект Nano. То есть мы его берем и вставляем в наше окружение. Я имею в виду, что в наше окружение, чтобы собрать в нашем окружении, мы должны вот эти все части себе описать. И они у нас там генерятся автоматически. Здесь приведем пример, как мы просто берем Nano и к себе затаскиваем. Ну вот здесь Nano.O. Еще важен скрипт External Make и Stage 2. Ну, Stage 2 — это просто последняя стадия, которая дальше идет стадия финальной линковки, которая у нас полная сборка. А Stage 2 — это вот как раз сначала собирается стандартная библиотека минимальная, потом собирается кросс-компилятор, потом все это раскручивает. Как нам получить Nano.O? Ну, собственно, вот этот, мы пишем такой make-файл, по сути дела, конфигуре make, make, install. Вот здесь вот можно видеть конфигуре, мы делаем, и мы говорим, что наше окружение — это на самом деле не хостовое окружение, а кросс-компилированное окружение. И при этом это окружение имбокса, которое на самом деле содержит вот эти все части, которые я уже перечислял. Дальше мы делаем make, и, наконец, мы делаем просто копирование. Вот у нас получился make. Это собранный внутри имбокса, внутри окружения имбокса, собранный Nano, и мы говорим, что просто скопирую эльф в эльф. Для того, чтобы он слинковался. Вот минус n у нас, библиотека, нам не нужно указывать, потому что это система сборки делает, когда мы записываем строчку в mods.config. Теперь, если задуматься, что нам нужно для того, чтобы у нас подключилась какая-то библиотека. Ну, собственно, все знают, что это нужно указать минус l и библиотека, и, возможно, минус i и передать инклюда. Они очень часто лежат по include пассу и library пассу. У нас это нужно делать все самостоятельно, поскольку у нас все жестко проверяется, жестко конкретно добавляется. Вот есть такая аннотация у нас, build.articap.fact.pass. И здесь конкретно C++ стандартная библиотека, STL. Просто мы берем ее и добавляем. Соответственно, линкер, как я уже сказал, нам не нужно добавлять флаги в линкер, а вот include пассы нам нужно модифицировать. Это приведен пример, абсолютно тоже стандартный, поэтому я никакого C-шного кода обычного не привожу. Это пример модуля, который, команды, которые запускают вот этот, используют вот ту библиотеку, которую я сказал. Для того, чтобы это указать, мы просто пишем build.depends. Ну, а теперь на закуску, как мы собираем уже полноценные системы. Стояла задача создать voiceover IP-телефон. Давайте превратим вот такую STM-ку в наш смартфончик такой маленький. Собственно, STM-ка занимает всего 512 килобайт памяти. Самая распространенная, самоиспользуемая voiceover IP-библиотека это pg-sip, который здесь отмечен. Первый шаг. Мы собираем pg-sip приложение на Linux. Это командочка на Linux. Конфигурия, make. Мы делаем, мы получили в результате собранную библиотеку для нашей хостовой системы и на самом деле стандартный пример. Чтобы проверить, они там обычно идут в библиотеках. Единственное, что мы сделали, в библиотеке, прямо в сишном коде хранился аккаунт voiceover IP-телефона. Мы чуть-чуть модифицировали, просто вынесено это в include, чтобы можно было модифицировать. Все, больше ничего. А дальше мы просто берем и запускаем стандартный. Все это собралось на Linux. Мы можем использовать все средства, которые доступны для Linux. Вот Valgrind, которым мы определяем количество памяти, потребляемое приложением. То есть, напомню, у нас 512 килобайт памяти. В первом приближении у нас получилось там 800, по-моему, килобайт библиотека использует. После некоторых настроек, абсолютно стандартных средствами библиотеки, мы получили 300 килобайт. Ну и, соответственно, это уже влезает в нашу плату. Дальше я не буду приводить my build. Это уже makefile, который, вот это external build, который мы запускаем в имбоксе. Что тут можно отметить? Ну, собственно, вот конфигуре. И вот мы указываем, что некий внутренний компилятор используется. И еще важно, я выделил красным, красным, это, что использовать порт аудио. Порт аудио, наверное, все знают, что это аудио библиотека, аудиофреймворк, который для Linux. Собственно, да, у нас драйвера тоже совместимы по API с Linux, и мы прекрасно можем использовать те библиотеки, которые есть. Дальше мы проверили, что у нас работает под имбокс, уже запустили на QEM, и следующим шагом, ну все, успешно прошел вызов, следующим шагом мы добавили графический интерфейс, который там, здесь nuclear, там есть еще LVGL, можно было там QT использовать, ну какой хочешь уже, именно указав, что размерчик экрана требуемый. Дальше мы проанализировали карту памяти, которая уже получена, выяснили, что экранчик слишком большой в любом случае, и видеопамять, так называемую, и для фреймбуфера, и для вот этих смены двойной буферизации, тройную буферизацию всех этих фишек, чтобы гладко у вас отрисовывалась ваша картинка, нужно выносить во внешнюю память, благо там 8 мегабайт ее. Ну, в результате мы получили, с Linux запустили приложение, и до того, как мы получили на имбоксе, на железке прошло меньше недели. Собственно, процесс разработки под имбокс, ну, начинается с того, что вы разрабатываете то, что вам нужно, функциональное ПО, или берете, или дорабатываете под Linux. Дальше вы запускаете, вот небольшое описание делаете, запускаете это под QEM, потому что там нету вот этих кэшей, нету ограничений по памяти, вы можете это все так широко размахнуться, проанализировать, вот, и потом уже где-то процентов 10-20 уходит на отладку на самой аппаратуре, ну, по-разному. На Elbrus, например, это дольше. Итак, что я хочу сказать. Мы начинали, когда сегодня начиналась конференция, там много слов было сказано, что унификация — это плохое слово. На самом деле, мне тоже унификация не очень нравится слово. А вот стандартизация, которая дальше прозвучала, она, конечно, необходима. То есть стандарт POSIX, и на самом деле стандарт де-факто уже является Linux, это и есть наиболее правильный, наверное, на мой взгляд, подход, когда вы сначала разрабатываете под Linux, и потом уже что-то, какие-то телодвижения делаете. Собственно, экосистема должна обеспечивать удобство, качество и скорость разработки. То есть это ключевой параметр для любой операционной системы. И inbox обеспечивает это свойство за счет широкого использования экосистемы Linux. Собственно, спасибо. Спасибо. Три минуты на вопросы. Еще раз попытка. Спасибо, интересный доклад. А вот я слышал, есть такая от Apache, NATX, и практически то же самое делает система NATX. Да, знаю, спасибо. Кроме того, что ваша тема российская, есть какие-то принципиальные преимущества ее использования? Ой, 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 сейчас секунду. Как, как, запустить еще раз? Извините. Да, я просто вернусь вот к этому слайду. Это цитата, вот первая цитата, которая как раз сравнивается с NATX. есть достаточно широкий широкий путь, широкие свойства, которые мы превосходим NATX. Могу сказать, что Грегор Ренат, который автор NATX, он начинал раньше, мы его не знали, а он каким-то образом о нас узнал. И он нам писал, и мы обсуждали, как, собственно, каким способом запускать вот эти ПО, которые на том, на POSIX ПО на маленьких микроконтроллерах. У нас это было не основное, это потом уже стало такой важной частью, но суть в том, что мы шли разными путями. Как я сказал, мы шли через статическую информацию все вынести в статику, а он пытался через PIT код, ну, через PIC, через Position Independence код решить этот вопрос. В результате говорят, что у нас существенно получилось лучше, и в частности, например, мы некоторые уникальные вещи делаем, которые не под силу NATX. Например, запускаем OpenCV на микроконтроллере, что было раньше вообще считалось невозможным. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Антон, спасибо за доклад. Значит, смотри, я вот не могу не сравнивать твое решение с предыдущим решением предыдущего докладчика, и вот у коллег звучит такой термин, как жесткое реальное время, какие-то метрики в соответствии с этим. Самое главное, что я вот вижу у тебя в описании, это такое ощущение, что вот у них ссылка на GitHub с примерами, а ты рассказываешь о том, что эти примеры, вот эти примеры так пишут, так вот работают. Понятно, что у тебя open-source проект, и это интересно. Вот мне в академическом плане было бы интересно сравнить два вот таких варианта решения. Вопрос. Предыдущий доклад про микроядерную операционную систему. У тебя оно не очень микроядерное. На жесткое реальное время это как-то влияет в положительную, в отрицательную сторону? Есть какие-то сравнения, метрики? Где реальность жестче во времени? У нас есть полчаса? У вас есть полчаса? Можно закончить и пойти. Полчаса не хватит, полчаса могу только отправить. У меня есть статья в нашем блоге. РТОС или РТОС есть в чем вопрос. Собственно, коротко. Заказчики мерили время. Не мы. Заказчики. Это важно. Они прямо с суографом ставили и подавали сигнал и на внешний ход. Да, мне прям хотелось задать вопрос на какой же вы частоте мерили, чтобы 2 миллисекунды получить. Но поскольку, скажем так, сравнение идет и, скажем так, конкурента, я считаю, что это неправильно. У нас в студии заказчики. Так вот, получались очень хорошие результаты за счет того, что у нас доступны все интерфейсы. Вы можете сделать, сам разработчик может сделать микроядерную. Вы можете сделать ринг 60 партиционированную. Мы такие версии делали. Микроядерную тоже делали. Мы выносили в качестве файловой системы, в качестве сервиса. Причем использовали FIMS из Linux. Давайте я чуть-чуть сокращу ответ. И вопрос. Вопрос, видимо, был не в том, в чем разница, а в том, как посмотреть. Там open source с GitHub'ом и там open source с GitHub'ом. Дайте мне два GitHub'а, а сравнивать я и буду сам. Я так понял. Субъективно, да. У нас жесткое реальное время, потому что вы можете создать разработчик. Доступны все механизмы, которые приводят к тому, что у вас очень предсказуемое время реакции. У меня возникает интерес померить. Вот взять, если коллеги дадут возможность посмотреть, взять их решение, взять твое решение и померить. Требуется третий open source проект, где будет линейка. Open source линейка, где время жестче, реальное. Где оно жестче, а где оно реальное. Так, 2D линейка. Обычно эту линейку заводит тот, кто первый начинает какой-нибудь проект. Ну, как вот это там, начал мерить дистрибутивы Линукса и сделал центр тестирования. То есть тебе надо начать тестировать конкурента первым и сделать сайт отдельный. Институт тестирования этих встроенных систем. Институт тестирования конкурентов. На самом деле, ты будешь посрамлен. Нет, мы люди честные, поэтому мы честно отвечаем, что понятие, ни одна операционная система не гарантирует вам реальное время. Вам нужно, чтобы разработчик вместе с операционной системой создал систему, которая реального времени. Поэтому многие системы, например, бортовые, они сертифицируются. Я понял, что система реального времени, они не очень реального, поэтому теперь есть система жесткого реального времени. И даже уже прозвучало очень жесткого реального времени. Очень-очень жесткого и очень-очень реального. Поэтому предлагаю это продолжить. У нас вот уже тоже нереального времени. Мы вылезли за рамки и никаких ошибок не обрабатываем. На самом деле желающие могут пойти на кофебрейк, а те, кто хочет жесткое-жесткое-жесткое-жесткое, вот это самое доступное слово, можно продолжить общаться, на самом деле. Почему нет? Спасибо.